Сегодня будем разбираться, как предотвратить прорыв хвостов. Привет, друзья! Вы на канале Русская Дымка. Сегодня будем разбираться, как предотвратить прорыв хвостов во время второй дробной перегонки, чтобы хвосты не пролетели, не испортили вам отбор и при этом выжать по максимуму спирта из вашего куба. Меня зовут Владислав Кислицын, эксперт по самогоноварению. И старожилы нашего канала помнят, недавно мы презентовали новую версию узла отбора по жидкости. Сегодня я хочу поработать с этим узлом, побороться при помощи этого узла с хвостами. То есть я хочу использовать его как нижний узел отбора, поставив прямо на куб. Сама же колонна. Сегодня у меня будет Вейн 5 с двумя царгами. Там будет у меня медная СПМ-ка. Мне принципиально важно, что она медная, просто она у меня есть медная. А в кубе у меня 8 литров 40-градусного спирта сырца, обычного сахарного. Поэтому моя цель максимальная крепость и максимальный выход. Что я собираюсь делать? Я сейчас буду разгонять куб и соберу аппарат такой конфигурации. Прямо на куб я поставлю узел отбора по жидкости. С термометром буду контролировать там температуру. И вот такой вот обычный шланг без всяких доохладителей я нацеплю. Повешу на него зажим имени Гоффмана. Если у вас есть игольчатый кран, можете игольчатым краном регулировать скорость. Ну а сейчас соберу, объясню смысл конструкции. Ну вот такая вот вблизи конструкции я собралась. То есть крышка куба, узел отбора по жидкости, шланг с зажимом Гоффмана для отвода. А чего отвода ближе к концу ролика покажу. Здесь термометр куба, здесь термометр узла отбора. Ну и дальше царга с насадкой. Ну и вот общий вид аппарата. Куб, узел отбора, насадочные царги. Узел отбора основной паровый. Верхний холодильник, доохладитель, отключено охлаждение. В чем замысел? Буду делать перегонку с максимальным укреплением, ректификацию. Отберу головы стандартно, абсолютно. То есть около 10% от абсолютного спирта. Здесь напомню 8 литров, 40-градусного. В общем все посчитаю, голову отберу, буду отбирать тело. Количество тела тоже приблизительно прикину, сколько у меня там останется. Так вот, когда определенная часть спирта покинет куб, и хвосты будут на подходе, соответственно они будут пытаться прорваться вот сюда, вот в нижнюю часть царги. И будут соответственно обратно стекать, конденсируясь под воздействием флегмы, которая стекает сверху. И вот в этот самый момент, медленно-медленно, буду открывать вот этот вот отбор по жидкости на нижнем узле отбора. И вот здесь вот в концентрированном виде, эту хвостатую дрянь, буду отбирать отдельно. Как это должно сработать? Это должно предотвратить подъем хвостовых фракций наверх, отсрочить его, дать больше забрать спирта, и сделать отбор более стабильным. То есть, если я увижу, что я веду отбор, как обычно, скорость отбора у меня наверху постоянная. И в тот момент, когда я обычно ее прикрываю, где-то в районе 93 кубе, при условии, что я буду отбирать хвосты в нижней точке, мне не придется уменьшать скорость отбора вверху, у меня не будет пласти температура вверх, значит, неплохо работает, если я смогу продвинуться дальше обычных 93 кубе без уменьшения скорости отбора наверху, значит, эта схема имеет право на жизнь. Первый раз так делаю, вот хочу с вами поделиться. Ну, а пока жду прогрева, работаю на себя, отбираю головы, ну и походу, когда будет что-то интересное, включусь. Небольшое полевое включение. Начался отток флегмы, и пришлось мне заменить зажим Гоффмана на более цивилизованное решение, на игольчатый кран. Ну, это, наверное, и к лучшему. Зажим Гоффмана не смог работать на том шланге, который у меня есть. Все равно он пропускал, с какой бы зверской силой я его не затягивал. Поэтому игольчатый кран. Ну что ж, головы мирно отобрались. Начался отбор тела. Я что-то забегался, даже забыл показать этот момент. Ну, в общем, когда отбор тела начался, установилась температура 75,6, и вот столько вот уже почти литр отобрался тела при положенной крепости 96,6. Собираюсь дождаться того момента, когда здесь вот температура начнет скакать. И в этот момент буду приоткрывать кран. Открою примерно скоростью 1 капля в 4 секунды. Буду стравливать хвостовые фракции. И, по идее, температура должна остаться стабильной до самого упора. Проверим это. Ну что, друзья, гнал, гнал, гнал и гнал я. И вот догнался, наконец, до какой позиции. У меня начала расти температура наверху, 75,9 у меня подросло. И в кубе у меня около 85. Поэтому я приоткрываю аккуратно игольчатый кран. И начинаю потихоньку, примерно 1 каплю в 4 секунды, из нижнего угла отбора забирать. Всякую дрянь. Сейчас отстроюсь вот таким образом. И буду наблюдать. Буду наблюдать. В общем-то, моя задача дойти при стабильной температуре в узле отбора до максимальной температуры в кубе. Вот посмотрим, поможет ли мне нижний узел отбора в этом благородном начинании. Так, температура вернулась обратно. Здесь тихонько что-то капает. Вот сейчас хочу посмотреть, что капает. Понюхать. Ощущение, как будто пыльной подушкой. Или, может быть, даже пыльным мешком из-под картошки по лицу ударили. Ну, то есть, такой типично изоамиловый запах. Как я это для себя понимаю. В общем, капает потихоньку. В кубе 85. В нижнем узле отбора 83,6. Ну, и наверху 75,8 стоит. Как, в общем-то, и стояло 75,7-75,8 на протяжении всей спиртовой полки. Итак, что происходит на данный момент? Температура в кубе 93. Это температура, при которой я обычно настораживаюсь и уменьшаю отбор до скорости головного. Сейчас, как видите, у меня отбор бодренький. Ну, поменьше, чем 900, но явно не головного типа. Наверху температура стоит стабильно 75,8. И в кубе 93,5 уже. На узле, на нижнем отбора 91,1. По запаху конкретными изиками пахнет. Вот какая-то вот эта вот пыль, нитрокраска, что-то такое. И, ну, достаточно мутно вот здесь это все дело капает. Я после того, как выше 93 поднялась температура, я увеличил скорость отбора в нижнем узле. Отбирается она сейчас примерно со скоростью, как головы. Ну, и все продолжает работать. Посмотрим, насколько хватит стабильности, насколько хватит качества, до какой температуры в кубе смогу выжать спирт. Что хочу вам доложить. 95,5 в кубе, 94,1 в узле отбора, 75,8 наверху. Нормальный, чистый, нейтральный спирт. Вот здесь я сейчас потрогал, понюхал на ладошках. А вот здесь запах изменился, там, где у нас собираются хвосты из нижнего узла отбора. Запах изменился, то есть пахнет уже не изиками, пахнет конкретными, тяжелыми, самогонистыми хвостами. То есть изики у нас более или менее отошли. Теперь идут обычные хвосты. Продолжаю отбор, посмотрим, до скольки смогу выжать. Может, до 96, до 98 в кубе. Посмотрим, что будет. Сколько спирта в итоге отберется. Оценю потом выход спирта, учитывая, сколько я добрал уголов, сколько процентов спирта удастся выжать, сколько останется невыжатым. Смотрим, что будет. Ну что, процесс у меня завершился. И прежде чем подвести итоги и сделать выводы, хочу вот вам что рассказать. Около месяца вели мы переговоры с руководством Русской Дымки. И сделали вот какой их подарок для вас. Для нас, для подписчиков канала Русская Дымка, по промокоду Влад начинает действовать скидка на весь ассортимент Русской Дымки. Скидка 3%. Поэтому оформляйте заказы, пишите промокод Влад, рассказывайте друзьям о такой возможности, чтобы они тоже получали скидку. Ну и, как я уже упоминал в одном из недавних роликов, в связи с текущей ситуацией в стране и в мире, сидеть дома, изучать самогоноварение, приобрести аппарат и наделать кучу спирта для того, чтобы продезинфицировать всех окружающих. Это, наверное, не самая худшая антикризисная стратегия. Поэтому, здесь внизу под роликом есть ссылочки на узел отбора, на сам аппарат. Берите, оформляйте промокод Влад, вставляйте, получайте небольшую, но приятную скидку. Итак, по итогу, о чем же я закончил? Закончил я на температуре 97,5 в кубе. Обычно, без использования нижнего узла отбора, я заканчиваю на температуре 95, потому что мне приходится очень здорово уменьшить скорость отбора, чтобы хвосты не прошли. А здесь, вот отбирая хвосты, вот эту вот муть и гадость. Ну, во-первых, сам процесс очень интересен. Сначала там шли явные изики, вот эта вот вся нитра, потом хвостатые хвосты, душок деревенского самогона. Интересно было наблюдать. В общем, моим рекомендациям, где-то выше 90 в кубе, можно начинать открывать отбор. Сначала медленно, одна капля в 4 секунды, потом чуть побыстрее. И таким образом, хвосты у вас будут частично уходить. Меньше у них будет шансов прорваться наверх. Это даст вам возможность дольше проработать с приемлемой скоростью. Будь то у вас узел отбора по пару или вверху узел отбора по жидкости, не суть. Тут вопрос в том, как работает царга и как мы излишнее парциальное давление хвостовой части отводим в сторонку. Еще плюс какой. Я потратил меньше времени, меньше электроэнергии, а куб отжал практически до суха. То есть, смотрите, до 97,5 градусов я выжал, значит спирта там осталось совсем немного. Практически одна вода. И если посчитать, вот здесь у меня было изначально 3,200 по абсолютному спирту. Это значит, что чуть больше чем 3,300 в пересчете на крепость 96,6. 268, ну 270 миллилитров я забрал с головами. И здесь вот смотрите, трехлитровая банка. И где-то, наверное, миллилитров 100, 120, 150. То есть, по сути дела, куб я выжал почти до суха. Там остался минимум спирта. Соответственно, мы экономим время и мы снижаем потери в хвостах. Так что вполне себе рабочее решение я могу рекомендовать. А вы были на канале Русская Дымка. Будьте здоровы. Ну и цените натуральное. Русская Дымка.